2 апреля день единения народов России и Белоруссии. Граждане союзного государства имеют равные права, страны вместе проводят оборонную политику, согласуют взаимодействие на внешнеполитической арене, реализуют крупные экономические, научные и гуманитарные проекты. По оценке аналитиков, в том числе и западных, именно интеграционные процессы в рамках союзного государства позволили успешно противостоять беспрецедентному экономическому и политическому давлению США и ЕС, продемонстрировали устойчивость нашей экономики. Я рада приветствовать нашей студии члена Комитета Совета Федерации по международным делам Григорию Рапоту. Григорий Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. А по-вашему, как будет развиваться союзное государство на новом этапе партнерских отношений? Я думаю, как развивалось, так и будет развиваться. То есть устойчиво, последовательно. И я думаю, что если мы говорим о новом этапе, то он прежде всего характеризуется тем, что сейчас принимаются программы, новые программы союзного государства, их 28 программ, которые создают правовую основу для развития двухсторонних отношений во всех областях. Прежде всего, в сфере налоговой политики, единой промышленной политики, транспорта, энергетики. То есть в таких ключевых экономических и научно-технических сферах. Поэтому, когда мы говорим о новом этапе, я бы такой бы смысл в это заложил. Думаю, что, не думаю, я уверен, что там все будет нормально, поскольку первые шаги по выполнению задач, вот по принятию этих программ, они, в общем, достаточно обнадеживающие. Уже несколько программ принято, причем в таких ключевых вопросах, как налоговая политика, например. Сейчас обсуждается вопрос единой промышленной политики. Ну, по транспорту у нас вообще давно взаимодействие идет. Есть же такое, знаете, рихтовка каких-то деталей, которые необходимы для того, чтобы все работало как надо. В частности, там и единая страховка, и многое другое. Григорий Алексеевич, а почему, по-вашему, вот эти интеграционные процессы между Белоруссией и Россией Госдеп США считают угрозой национальной безопасности Америки? Ну, мне трудно, мне трудно за Госдеп, так сказать, давать какие-то комментарии, почему именно и что является мотивом этого. Единственное, я хотел вот на что обратить внимание. Дело в том, что у нас ведь несколько интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Это СНГ, это у нас Евразес, а сейчас Евразийский экономический союз, в частности, вот Союз России и Белоруссии, ВДКБ и так далее, и так далее. И с самого начала, ну, западные страны, в том числе интеграционные объединения, почему-то категорически не хотели вообще иметь дело с нашими интеграционными объединениями, хотя с нашей стороны предпринимались все шаги для того, чтобы наладить такое взаимодействие. В частности, вот Евразийское экономическое сообщество всегда держало дверь открыто для взаимодействия с Европейским Союзом. С той стороны никакой реакции не было. Я сам в этом участвовал, я, так сказать, вот отвечаю за свои слова. И объяснение такое неофициальное, потому что официально никаких комментариев не было, было просто глухое неприятие и все. Они официально говорили, что мы вообще готовы на двухстороннем базе развивать отношения с каждой из отдельных сторон, но с интеграционными объединениями мы дело иметь не будем. То есть что-то их напрягало, что-то их пугало. Поэтому, видимо, заявление Госдепартамента, коль скоро таковое было, оно, видимо, в русле вот той тех настроений, которые существуют у них с начала возникновения независимого государства. А перспективы дальнейшей интеграции есть? Или мы уже сейчас по максимуму, в общем, сделали все, чтобы нас объединило? Понимаете, все же зависит от нас. Если мы будем к этому прилагать усилия, значит, будет перспектива. Если не будем прилагать, значит, не будет. Сейчас эти перспективы есть, без сомнения. Я уже говорил вам о том, так сказать, той дорожной карте, фактически, дорожной карте, которая рисует нам путь в наше будущее. И, в общем, там обозначены все ключевые вопросы, по которым мы должны развивать взаимодействие. Поэтому осталось только это выполнить. И выполнение, оно идет где-то побыстрее, поживее, где-то помедленнее. Но все зависит от нас. Мы должны просто, знаете, не считать, что мы обречены на взаимодействие, на вечный мир, дружбу и так далее. Чтобы это было, надо много работать. Этим летом в Уфе пройдет форум регионов России и Беларуси. Расскажите, как идет к нему подготовка? Ну, подготовка идет полным ходом. Сейчас отрабатывается, так сказать, круг участников, отрабатывается повестка дня. Вообще, вот эти форумы регионов, это уже такая достаточно зарекомендовавшая себя форма взаимодействия новых государств. И достаточно эффективная, надо сказать. Понимаете, помимо того, что там идет общение, ну, поскольку это под эгидой законодателей, это, казалось бы, общение законодателей. На самом деле, это действительно форум регионов. Там регионы встречаются, представители регионов, друг с другом. И им есть всегда о чем поговорить, есть, так сказать, о чем договориться. Вот почему всегда форумы эти заканчиваются таким большим объемом всяких двусторонних отношений, причем на региональном уровне, что очень важно. Что очень важно. Поэтому надеюсь, что и в этот раз мы будем иметь такой же результат. Если постараемся, то лучше. А в этом году этот форум юбилейный, уже будет десятый. Десятый, да, если меня не изменяет. Десятый форум. И как вообще его польза, этого форума, она весома? Ну, понимаете, абсолютно, как я уже сказал, зарекомендовавшаяся форма взаимодействия. У нас ведь между регионами достаточно такие живые и продуктивные контакты. Причем, прежде всего, в социальной и особенно в экономической и в научно-технической области. Вообще, я вам должен сказать, что Беларусь, как партнер Российской Федерации, он, в частности, очень много дает для решения такой задачи, которая вот нашим президентом обозначена как сохранение технологического суверенитета. Несмотря на свои небольшие размеры, но Республика Беларусь обладает очень большим научно-техническим потенциалом. Вот. И этот потенциал активно используется, скажем, в таких сферах, как освоение космоса, как средства связи, как автомобильная промышленность, как электронная промышленность и многое-многое другое. И во многих этих областях Республика Беларусь впереди. То есть там есть чему поучиться. Да, и надо отметить, что на предыдущем форуме стороны подписали контрактов на сумму около 80 миллиардов рублей. Тогда это называлось каким-то абсолютным рекордом. А в этом году каковы перспективы? Я думаю, это вам никто не скажет. Потому что, да, это все сейчас находится в работе. И я думаю, только по результатам мы сможем с вами судить о том, каков объем нашего взаимодействия будет достигнут на этом форуме. Поэтому давайте встретимся после форума, я вам все расскажу. Обязательно. Спасибо, Григорий Алексеевич. На наши вопросы в прямом эфире отвечал сенатор Григорий Рапота.